всем привет с вами канала и вторую надежда знаю заждались и сегодня к вам вернулась новым раскладом кстати сегодня будет тема которая дает много открытий и инсайтов и эта тема с кем он вас обсуждает и что он говорит о вас казалось бы то что в этом такого но действительно одна из самых таких знаете комментируемых тем и востребованных сейчас потому что такие расклады дают повод подумать задуматься размышлять и собрать новые пазлы для того чтобы вам лично для себя принять решение поэтому давайте начнем смотреть на сегодняшний день вы и ваш партнер что происходит между вами перестали его поддерживать перестали его точнее даже я бы сказала отказываетесь его понимать отказываетесь входить в его положение отказываетесь ждать помогать советовать не знаю успокаивать самое главное прощать вы здесь видите что ваш мужчина играет как будто бы с вами но на самом деле он находится в неком выборе и что самое неприятное в этом выборе он постоянно знаете вот пытается удержать баланс то есть там что-то придумал здесь что-то придумал там извернулся вам что-то нафантазировал да там либо соврал и вы стали себе задавать вопрос самый главный наверное сколько можно я верю я жду я принимаю я стараюсь понять я где-то даже поддерживаю готова помогать а его это ни к чему не приводит то есть такое ощущение что все что я делаю лишь для того чтобы он и дальше продолжал держать вот тот баланс и неважно здесь какая ситуация там мужчина разорвается между вами и своими родственниками между вами и своими дурными привычками там друзья ну и так далее так далее да там другая женщина здесь много разных может быть ситуации но просто ваше понимание его да и вот ваши уступки для него как раз таки для вас начинают играть не самую хорошую службу и именно это вы стали для себя понимать на здесь показан посмотрите вот у нас здесь бедные несчастные мужчины здесь пятерка пентаклей ну тарологи часто говорят что это карта бомжа но это знаете такого обобщенное слово но это действительно человек который в ограничениях у которого проблемы который не может сам решить не своей ситуации не какие-то вопросы которым постоянно реально нужно сочувствия поддержка нужно понимание нужно подождать нужно где-то его подуспокоить может быть где-то ему помочь и реально здесь женщина которая она просто устала вот от всего вот этого безобразия от всего этого бедлама который она получила в этих отношениях то есть весь сюр который на нее свалился и какое-то время она пыталась тоже на балансировать здесь выбраться но она понимает что она просто вместе с этим мужчиной идет на дно хотя сам он вполне мог бы разобраться со своими проблемами но видите ему гораздо удобнее и приятнее чтобы вы его поняли чтобы вы его где-то наверно подождали простили где-то пожалели и это действительно идет знаете вот такая вот подпитка человека который на самом деле сидит есть один стул есть другой стул да и вот он как будто знаете вот на шпагате сидит между этими двумя стульями и пока вы ему отдаете все что вы давали он так и будет сидеть вот это главное то что вы поняли для себя то есть вы многое сделали для того чтобы сделать ему удобненько а себе здесь конечно вы ну как вы уже я думаю понимаете сделали не самую добрую не самую лучшую услужбу услужбую службу конечно вы уже готовы здесь отказываться от каких-то уже своих идей от каких-то планов да вот здесь вот буквально все мечты все все что было запланировано просто вот пустить под нож да может быть жалко да потеряно время силы эмоции но делать уже нечего вот этим планом которые вы строили эти планы должны были осуществиться с человеком который готов будет спрыгнуть с вот этой вот двоякой ситуации эти планы вы готовы строить с человеком который действительно сможет справиться с сильным с которым не страшно идти потому что по звезде но это все равно что вот взять да и нам сейчас сесть в какой-то космический корабль и полететь на звезду она может быть и манит но мы не знаем как там и что и где-то даже страшно и конечно в такое путешествие нужно отправляться с человеком в котором ты уверен как минимум ты ему доверяешь или ты можешь на него положиться и вот ваши планы они были организованы они были построены как раз таки с тем человеком который должен быть стать или должен был стать несколько другим а тот получается знаете вот некое спонсирование с вашей стороны эмоциональное может быть финансовое здесь спонсирование его же личных проблем да вот сколько было вложено сколько было сделано с вашей стороны а на самом деле ситуация она абсолютно без изменений ну конечно здесь рождается знаете такой закономерный вопрос какая нормальная вменяемая женщина которая реально умеет строить планы и видеть будущее будет оставаться вот в том что здесь нам показано мне кажется мало найдется таких сердобольных мало найдется таких я не знаю каких-то добрых самаритянок таких спасательниц которые будут упорно вытаскивать мужчины из этого болота в котором он сидит добровольно я не зря сказала что это спонсирование с вашей стороны потому что вы видели что одно дело когда ты что-то делаешь помогаешь и это приносит результат а другое дело ты вкладываешься а в итоге видишь одну и ту же картину не это ли является финансированием не это ли дает мужчине основания рассчитывать на то что вы готовы будете это ждать вы готовы будете с этим смириться готовы будете это терпеть вот не это ли дает ему основания ничего не менять я думаю вполне себе такие вопросы или очень похожие вы стали задавать себе в отношении с этим партнером давайте посмотрим вашего партнера теперь что он как он почему он так делает а посмотрите что показывают карты вот лучше вот такая вот некая шаткая почва нежели неизвестность которая в любом случае наступит для него как бы там ни было и какая бы ни была ситуация делай он так как это продиктовано теми планами которые у вас были с этим мужчиной тройка пентакли то есть здесь взаимодействие но опять же это некие три слагаемые успеха действительно здесь ваш мужчина не может определиться как ему жить с кем ему жить где ему быть каким он должен быть он понимает что здесь есть да вот некая такая некая пространство для маневра чтобы он изменился но он не понимает обрадуется он этому ему будет хуже то есть для него это будет ситуация во благо или во вред если вы думаете что он о том что происходит между вами не думает там я не знаю там не размышляет то я вам скажу размышляет как раз таки но видите здесь вот между двух берез между двух столбов или я не знаю вот дорога развилка там налево пойдешь это получишь направо пойдешь это получишь но мы же не знаем и это действительно гарантия того да что вот то что там обещано или ты идешь вслепую в никуда у этого мужчины действительно были очень сложные и тяжелые размышления я бы здесь вот по этим картам сказал что это некие муки выбора а по факту мы понимаем что он просто тянет всю историю до того момента когда может быть там она что-то рассосется само по себе может быть какие-то вводные мешающие сами себя исчерпают там исчезнут рассосутся там или его посетит какая-то волшебная муза и ему придет самое лучшее самое правильное решение для него я не знаю может быть какая-то страховая компания предложит ему свои безвозмездные услуги для того чтобы застраховать свою несчастную жизнь на тот случай если она вдруг будет несчастная чтобы хотя бы он получил какую-то компенсацию ни первого ни второго ни третьего у него конечно же здесь нету вот поэтому здесь и остается оставаться в этой шаткой позе на шаткой почве и вот вот в такой вот карте да вот двойка пентакли то есть мы пытаемся найти баланс у нас тут стихия у нас тут корабль на нас несется мы не пойми где на чем стоим нас то ли сейчас несет то ли оставит нас на этом утесе но мы пытаемся делать невозмутимый вид потому что мы хотим остаться в этой же ситуации в которой мы оказались дали в которую мы сами добровольно шли вот это та история которая здесь или там картина которая связана с вашим мужчиной потому что ему действительно не с руки сейчас что-то менять любые перемены для него во-первых страх и этот человек который уже не первый раз тормозит в каком-то своем прогрессивном развитии должны эти вплоть до того что ему предлагали там новую должность или новую работу там с лучшими условиями с большей зарплатой а он как узнал требования да или обязанности и он спасавал да я не хочу я не могу там или условно там поменять то место жительства ну тут могут быть разные истории а он обдумал он подумал он себя накрутил потому что девятка мечей чем страшна данная карта как бы понятно здесь сомнения и это страхи и это переживание но она страшна тем что ты еще дополнительно сам себя накручиваешь и ты дополнительно самому себе начинаешь утрировать все то что ты думаешь или все то что ты видишь у страха глаза велики есть такая очень хорошая поговорка вот у вашего мужчины так да вот все бы ничего а вот это вот понимание что от лучше вот этот вот я не знаю неопределенный мир неопределенная ситуация чем что-то конкретное а вдруг я в итоге буду жалеть вот она его заставляет мотать вам нервы заставлять вас верить в очередной раз заставлять вас прощает заставлять делать шансы но я думаю вы уже сами прекрасно своей ситуации знаете что именно если у вас какие то есть еще другие нюансы которые я не озвучила вы напишите пожалуйста я читаю все комментарии я не могу ответить на все комментарии потому что ну просто так для сведения за месяц приходит 80 тысяч комментариев это минимум это та статистика которую дает youtube которую можно посмотреть до 80 тысяч вот и конечно нету возможности каждому ответить вы не обижайтесь пожалуйста но если я задаю вам какие-то вопросы то конечно мне хочется видеть обратную связь я все читаю и конечно я делал выводы и вам огромное огромное спасибо что вы делитесь обратной связью и ваши истории где-то может быть ваши шутки они порой ложатся в сам расклад и я говорю что это из комментариев это мои девочки но я думаю те кто со мной на канале давно вы это прекрасно знаете давайте мои хорошие тогда уже посмотрим с кем он вас обсуждает что он говорит про вас с мужчиной он вас обсуждает причем он с этим мужчиной знаете он буквально вот в обед сто лет это может быть его давний друг это может быть коллега с которой с которым он прошел там огонь воду и медные трубы это может быть кто-то из близких брат может быть сестра кто-то из родственников но с этим человеком вот опять же возможно этот человек является причиной вашего сложного такого союза и взаимодействия возможно именно этот человек является преградой для ваших отношений но тогда к сожалению здесь для вас не очень хорошие новости потому что этот тот человек с которым он расстаться не захочет ни под каким предлогом ни под каким соусом слишком много их связывает вот буквально вот они вдвоем делят одну какую-то большую историю и они в этой истории смотрят друг на друга они будут друг другом советоваться они постоянно будут друг друга поддерживать выгораживать организовывать алиби страховать и так далее так далее то есть это очень доверенный человек для вашего партнера почему говорю так вот четко конкретно что это мужчина потому что король жезлов зачастую реально показывает именно мужчин до в маленьком проценте это могут быть женщины ну я думаю вы понимаете какие это должны быть женщины что если это брутальный мужик и если это вдруг женщина то это женщина вот буквально баба в штанах да вот в брюках а которая будет мужиковатая у которой будет там короткая стрижка и не знаю у нее там пирсинге у нее тату будет она может быть женщина как для которой мужчины они просто друзья а она совсем по другому направлению то есть ее предпочтения любовные интимные совсем в другой плоскости да вот нежели плоскость наших мужчин здесь история с человеком с которым реально очень много связывает может быть вы знаете этого человека но если знаете тогда тем более здесь будет интересно посмотреть если не знаете то просто примите для себя к сведению давайте что он говорит девочки он говорит что сейчас ситуация сложилась между вами реально 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 не хорошая я бы сказал очень-очень хреновенькая тройка мечей причем здесь просто тогда карты показывают для информации о ваших отношениях этот человек знает достаточно чтобы высказывать свое мнение может быть где-то ва где-то вашего мужчину спрашивать давать его ему советы где-то может быть предостерегать от чего-то то есть знает достаточно и более чем склоняясь к тому что знает про вашу историю очень давно но тем более что если вы с этим мужчиной реально общаетесь и вы вместе долгое время там вас связывают там семейные узы дети там родные близкие общие родственники то я думаю здесь вы этого человека сможете вычислить очень легко и я думаю вы сможете понять почему именно с ним ваш мужчина обсуждает вас вы здесь не являетесь какой-то тайной для этого человека то есть он с этим человеком может обсуждать вас абсолютно спокойно и причем рассказывать о болезненных моментах так вот посмотрите ваш мужчина здесь расскажу что ему сложно ему тяжело но он сейчас находится в выжидательной позиции то есть у него тоже есть определенные здесь правила может быть требования какие-то для вас по которым дальше вы можете быть с ним вместе и он буквально здесь там держу дистанцию там летом сдерживают там себя чтобы ей не написать там но я держусь я ее заблокировал я с ней не общаюсь она должна понять но что вы должны здесь понять прежде всего то что вы мучаете этого мужчину ему не нравится ему неприятно ему дискомфортно и вот его сейчас поведение что опять же бывают девочки которые видят я не знаю что с ним случилось я не знаю почему он исчез без предупреждения там мой и там или заблокировал меня ни с того ни сего вот здесь показан что это протест на ваше поведение вспомните что вы делали что вы говорили или какие разговоры даже если вы ему вопросы не задавали и ни к чему его не подталкивали в вашу риторику вспомните что-то его здесь пугает или отталкивает от вас и поэтому даже вот при желании быть с вами во взаимодействии но все-таки она тройка мечей на такая очень двоякой то есть это более разбитое сердце но с другой этой стороны было бы безразлично такой карты бы не было было бы какая-нибудь я не знаю вот нейтральная карта которая говорила бы о том что у этого человека лишь хорошие воспоминания вас там или наоборот плохие воспоминания вы от адовый в его жизни и он просто сейчас не хочет с вами общаться но здесь же протест а вот здесь вот некий вызов здесь некая такая театрализованная постановка в которой вы должны понять что вы где-то совершили ошибку по отношению к этому мужчине и вам нужно очень хорошо подумать на будущее что вы будете делать чтобы такого не допустить и здесь мужчина кстати говорит о том что он будет упорно он будет маниакально как вот зануда последняя или как маньяк держать вот эту паузу будет держать себя а вот просто в узде обидно больно досадно но если мы говорим там обидно досадно да ладно нет ему не ладно это я покажу а я сейчас отчерчу территорию обозначу границы назначу правила буду молчать добу в ущерб себе гем я может тоже хреновенько и очень хреновенько но и вас здесь тоже есть задача про учить ну давайте спросим что раз это такое доверенное лицо которому ваш мужчина готов открыть душу рассказать на чистоту что говорит в ответ ему тот близкий человек с которым у него есть прошлое есть настоящее и будущее здесь тоже будет потому что это не простой человек и не посторонний в его жизни что ему говорят в ответ что ему говорят а его заставили вашего мужчину этот человек заставил признаться до заставил как-то он его подвел и у того вариантов не было как-то был очень хитро задан вопрос который буквально припирает к стене что раз вот ты вот так да не я буду молчать она будут в блоке там я буду максимально стараться держать себя в руках а почему ведь его заставили признаться в чувствах то есть ваш мужчина реально сказал что все вот вся его позиция все его страдания не потому что вы его знаете вот бесите там ли он вас ненавидит ну ладно бести раздражаете разочарован бесишь раздражаешь разочарован ты не идешь каким-то людям рассказывать как тебе больно плохо и какую ты стратегию будешь держать ты просто оставляешь это при себе потому что эта ситуация она не стоит выеденного яйца и если тебе самому даже не интересно на эту тему размышлять и думать то естественно кому-то другому ну вот тоже да вот такое себе но здесь же вот этого человек да вот которого мы здесь увидели он же увидел на что не все так просто где-то вашего партнера цепляет задевает то есть он неравнодушен я так понимаю что он эту тему регулярно мусоли тоже все-таки уверенно умеренность она идет о постоянстве то есть некая отсылка к тому что эта тема тоже сейчас муссируется либо уже долгое время если вы долго не общаетесь либо часто если в вашем умолчании этом расставании может быть конфликт какой-то лица не такое большое время вот то здесь вот мы говорим о постоянстве о регулярности такой вот завидные регулярную связи есть какая тирада что не все не хочу я докажу она должна понять если нет то нет да но если ты пишешь если нет то нет то если да то да вот такой вот логика здесь аргументировался я назову так друг вашего партнера до его заставили признаться признаться в том что он к вам неравнодушен то что он вами еще дышит что он не готов вас вычеркивать там или выписывать из своей жизни то есть готов с вами взаимодействовать он готов снова строить какие-то вот хитрые планы там не знаю расчеты какие-то ну как здесь да вот чертежи здесь такие вот вырисовывает не готов вот опять же потому что вот этот вот товарищ он реально видел вашего партнера вашего мужчину когда он сам ломал отношения или когда он сам с кем-то расставался там история была совсем другая эмоции другие поведение другое но то что он увидел сейчас это ни в какую канву не укладывается друг видит что с вашим партнером происходит что-то совсем другое нежели является обычными вещами и укладывается в обычное его поведение вот поэтому да вот подтолкнул не знаю заставил там или сказал на какие-то я не знаю ключевые заветные слова а так как они знают друг друга давно то есть они знают друг другу подход то вынудил его сказать что да что все равно есть чувство что есть неравнодушие до готов продолжать расставание это не вариант если был бы вариант то вот того что с ним сейчас происходит этот друг не увидел бы вот такая девочки ситуация то есть заноза вы в его сердце но ему очень хочется вас наказать ему хочется вас проучить ему хочется сделать все чтобы вы зарубили себе на носу чтобы что с этим мужчиной вот так как вы поступали раньше даже если девочки я говорю вы просто с ним поговорили там ли вы рассказали о том как вы хотели бы с ним там куда-то поехать жить и так далее что с ним так нельзя на для него это стресс для него это некомфортная ситуация он бедный несчастный мы тут тоже видели да вот я не знаю не мужик одна большая проблема проблемище ну а думать вам и решать вам на сегодня все спасибо большое что со мной ставьте лайки подписывайтесь на telegram сюда тоже подписывайтесь чтобы видеть новые расклады а мы с вами скоро встретимся пока пока